Здравствуйте! На канале «Алмазный край» специальное интервью. И сегодня мы беседуем с председателем профсоюзного комитета Валерием Борисовичем Соловьевым. Валерий Борисович, здравствуйте! Здравствуйте! Валерий Борисович, близится сезон массовых отпусков и детских каникул. Расскажите, пожалуйста, где в этом году могут отдохнуть сотрудники компании и их дети? 21 февраля в Мирном специально по этому поводу состоялось заседание из полкома профсоюза «Профалмаз», на котором рассматривался один из вопросов, который рассматривался, был вопрос об организации оздоровления и отдыха трудящихся АК «Алроса» и членов их семей в 2017 году. Поэтому в 2017 году запланирован отдых в здравницах АК «Алроса». Всего 5472 человека должны отдохнуть работники компании. В том числе в санатории «Голубая волна» 2816 человек, в «Прометее» 2656 человек. В сторонних санаторно-курортных учреждениях 600 человек. На основании норматива, установленных социальной политикой АК «Алроса», согласно которым количество закупаемых путевок привязано к численности работников и в связи с ее сокращением этой численности, на 2017 год произведена корректировка плана закупа путевок. В здравницах АК «Алроса» приобретено на 131 путевку меньше, в том числе в санатории «Голубая волна» на 110 путевок, в «Прометее» на 21 путевку. На курорт Белокуриха приобретено 300 путевок. В настоящее время идут закупочные процедуры путевок в санатории Крыма и Кавказских минеральных вод. Медицинский центр АК «Алроса» по всем ведомственным санаториям, профилакториям, планирует реализовать 5340 путевок, что на 35 штук больше, чем в 2016 году. На Черноморском побережье отдохнут 300 детей, это на 96 детей больше, чем в 2016 году. По местному детскому отдыху, курируемому КСК «Алроса», запланирован отдых детей в детском оздоровительном лагере «Орленок» 900 человек, в детском оздоровительном лагере «Алмаз» 630 человек, на четырех оздоровительных площадках дневного пребывания в Мирном, Удачном и Айхале, соответственно, 240, 300 человек, 240 и в поселке Алмазном еще 60 человек. Наверное, будет интересно узнать работникам компании по поводу ценовой политики на 2017 год. Цены на путевки санаторий «Голубая волна» и «Прометей» вырастут в среднем на 5%. В настоящее время прайс-листы утверждены и доведены до структурных подразделений. Цены на путевки в «Белокуриху» вырастут в среднем на 17%. Компания закупила стандартные номера по цене 50 400 рублей и одноместные по 56 700 рублей, что примерно соответствует ценам за путевки для компаний. В номера аналогичной категории санатория «Голубая волна» в период межсезонья. Цены «Белокурихи» при этом от сезона не зависят, они будут постоянные в течение года. Необходимо отмечать, что несмотря на значительный рост цены, закупка путевок компаний по-прежнему остается ниже среднерыночных. Рост цены закупа путевок в Крым планируется исходя из средних рыночных цен на уровне 13%. Эти окончательные цены будут сформированы в ходе закупочной процедуры. Рост цен на путевки для детей на Черноморском побережье составляет 7%. При этом закупочная процедура еще не завершена. В настоящее время нет информации по ценам в подмосковной санатории для работников московской площадки и по детским оздоровителям лагерям Москвы и Якутска, а также санаторно-курортным учреждениям Анапы и Северного Кавказа. Валерий Борисович, уже несколько лет существует программа частичного возмещения затрат на путевку в профсоюз. Как она работает и появились, возможно, какие-то дополнительные привилегии для работников? Работникам компании, приобретающим путевки в социальных отделах акционерной компании, членам профсоюза, не профсоюзам, а за счет средств профсоюза, акционерной компании, компенсировали затраты в размере 1,3 части от той суммы, которую вносил работник. То есть, получалось, для работника путевка обходилась члена профсоюза 20%. В этом году произошли изменения, связанные не с тем, что в 2016 году произошел перерасход средств вот этих на частичную компенсацию в размере 3 миллионов. Поэтому профсоюзам профалмаз принято решение о том, чтобы сохранить эту компенсацию, но компенсироваться будут только путевки в межсезонье. Это период с января по май и с сентября по декабрь. Но я еще раз говорю, это связано с тем, что произошел перерасход в 2016 году. Чтобы вообще не прекращать эту программу, было принято решение компенсировать именно так. Также будут компенсировать в размере 1,3 части от средств, которые внес работник. Сейчас у меня вопрос, который касается не экономики, а спорта. В настоящее время проходит спартакиада трудовых коллективов и поселений. В прошлом году «Алмаз-Дуртранс» стал победителем этой спартакиады. Какая работа в спортивном направлении ведется в этом году? Какие планы? Я скажу, что Ленск, Ленская площадка, это одна из площадок акционерной компании «Алроса», на которой нет культурно-спортивного комплекса. В Айхале, в Удачном, в Мирном это есть, и работу проводят спортивную они. Поэтому после того, как у нас ликвидировали культурно-спортивный комплекс, нам пришлось перестраиваться, потому что все эти заботы взвалились на нас, в том числе и на профсоюзные комитеты, на социальные отделы. У нас появился новый спортинструктор, который, я считаю, активно с огоньком взялся за это дело. И результат – это выступление команды производства управления «Алмаз-Дуртранс» в 2016 году. Работа проведена, я думаю, что, хочу сказать, большая. У нас, помимо того, что мы участвовали в спартакиаде поселений и предприятий, у нас проводится своя внутренняя спартакиада, проводятся турниры к разным датам и праздникам. В 2016 году каждый член команды управления «Алмаз-Дуртранс», который участвовал в спартакиаде поселений, был одет в единую спортивную форму, была приобретена спортивная форма. И было очень приятно смотреть, когда выходила команда производства управления «Алмаз-Дуртранс» в одной форме. Я думаю, что, скорее всего, это одна команда была, у которой была единая форма. В этом году тоже мы принимаем участие в спартакиаде. Там немножко изменился формат, там увеличилось количество видов спорта. Но, тем не менее, производство управления «Алмаз-Дуртранс» принимает участие. И уже прошли соревнования по армрестлингу, в которых приняла участие команда производства управления «Алмаз-Дуртранс». И заняла третье место. Также я хочу сказать, что команды производства управления «Алмаз-Дуртранс» участвуют не только в спартакиаде поселений, они участвуют также в спартакиаде, которые проводятся акционерной компанией. В частности, в Мирнинском участке, у нас есть Мирнинский участок Ленского авторанского предприятия номер один, имеется, будем говорить, своя хоккейная команда, которая участвует в первенстве «Алроса», участвует в соревнованиях, которые проводит «Профсоюз». Ведется ли работа по дополнению статей в коллективном договоре? Коллективный договор у нас был заключен в конце 2016 года, подписан. Работа в каком плане ведется? Здесь в течение, наверное, трех месяцев мы собирали предложения от наших работников, что бы они хотели увидеть в коллективном договоре. После этого, ну я порядок скажу, что после этого предложения, которые мы собрали здесь, направляются в Мирный, там создана комиссия двухсторонняя по социально-экономическим вопросам, значит, со мной представители «Профсоюза» «Профалмаз», с другой стороны представители администрации, руководства акционерной компании. Значит, эти все предложения рассматриваются. Ну, я скажу, что часто бывают такие предложения, которые как бы нереально рассматривать и включать. То есть отсеиваются такие предложения, остальные предложения, будем говорить, формируются и вот этой двухсторонней комиссии рассматриваются. При заключении коллективного договора на 2017-2019 год, значит, главной задачей было сохранить те льготы и гарантии, которые были в предыдущем коллективном договоре. Я скажу, что эта задача была выполнена полностью. Значит, все пункты коллективного договора сохранены в полном объеме. А это, я скажу, порядка 40 пунктов, которые, будем говорить, улучшают трудовой кодекс. То есть не предусмотрены трудовым кодексом, а в нашем коллективном договоре они улучшены. По поводу внесения новых предложений и дополнений в коллективный договор, ну, я не буду там объяснять, что вы сами знаете, что тяжелое время сейчас не только у нас, но и в стране во всей, поэтому условия были поставлены такие, руководство национерной компании, что мы можем включить дополнительно то, что мы хотим в коллективный договор, но денег на, будем говорить, внедрение вот этого новшества нет у компании. Значит, если мы что-то включаем новое, мы должны пересмотреть старые статьи и какую-то статью убрать. Поэтому, как бы, убирать ничего, я, естественно, говорю, что никто не захотел, поэтому мы сохранили коллективный договор в том объеме, в котором, и с теми льготами, который был предыдущий. Я, как бы, хочу предусмотреть ваш следующий вопрос по поводу ежегодного проезда. Я вам скажу, что ежегодный проезд уже рассматривается не один год, но, к сожалению, большому, вы, наверное, знаете, что у нас практически ежегодно меняются президенты акционерной компании. Была договоренность с одним, будем говорить, президентом компании, который пошел на контакт, значит, ну, к сожалению, случилось так, что не стало. С другим президентом уже, вот, как бы, тоже при заключении того, какого договора вопрос обсуждался, и дано было задание президентам, службам экономическим, значит, рассмотреть, просчитать, и в марте-апреле, значит, вернуться к этому вопросу. Ну, к сожалению, видите, опять президент сменился, сейчас пришел новый президент, и опять с этим президентом придется обсуждать этот вопрос. Но я скажу, что этот вопрос не снят в повестке дня, он открыт, никто не сказал, что нет, этого не будет, поэтому будем надеяться, хочется надеяться, что все-таки у работников акционерной компании будет ежегодный проезд. Валерий Борисович, может быть, вы хотите какое-то особое внимание уделить определенным вопросам? У нас в феврале месяце прошли хозяйственные активы во всех цехах производственного управления «Алмаз-Дур-Транс», значит, прошел головной хозяйственный актив производственного управления «Алмаз-Дур-Транс», и я скажу, что по сравнению с прошлыми хозяйственными активами, когда остро стояли вопросы выплаты заработной платы, обеспечения работников спецодеждой, допустим, условиями работы на зимниках, вот в этом году их просто не было вопросов. На сегодняшний день работников производственного управления «Алмаз-Дур-Транс» волнует один вопрос, это дальнейшая судьба производственного управления «Алмаз-Дур-Транс», потому что документов таких основательных нет, но ходят слухи о том, что производственное управление «Алмаз-Дур-Транс» хотят или планируют перевезти в дочернее предприятие. Но это очень большие проблемы не только для производственного управления «Алмаз-Дур-Транс», но и в целом для «Ленска» будет, потому что как бы там ни было, ну вот я говорю, полторы тысячи человек – это работники производственного управления «Алмаз-Дур-Транс». Практически у каждого работника есть семьи, родители, жены, дети, которых нужно учить, которых нужно обеспечивать, и поэтому этот вопрос мы сформулировали на хозяйственный актив акционерной компании «Алроса», и я думаю, что будем ставить его, потому что это интересы наших работников, и сам Бог велел профсоюзу участвовать в решении этого вопроса. Спасибо большое за интересную беседу. Я надеюсь, мы еще встретимся, потому что вы очень полезную информацию даете для наших телезрителей и слушателей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова